Девушки отдыхают Казанского федерального университета Члена Союза архитекторов России Хотя ему было бы логичнее Наверное назвать себя Контрразведчик, архитектор Или преподаватель Но у Жемкова вся жизнь Наперекор обывательской логике Я живу в рабочем поселке Юлина Достаточно такой активный поселок Увлекся боксом Занимался боксом Правда не очень удачно Быстро получил хороший удар Врачи запретили дальше заниматься Но осталась любовь к боксу Когда я пришел на СВО Зашла речь Об увлечениях Ко мне так и приклеился Мне всегда интересно было жить Очень активно И я заметил достаточно рано В себе такую особенность Чем мне сложнее жить Обстоятельства складываются Тем я более собранным Станавливаюсь целеустремленным И достигаю поставить цели Поэтому я всегда искал Какие-то неординарные пути в жизни И военная служба У меня действительно тесно Переплялась С работой в искусстве После окончания школы Евгений сознательно пошел в армию Хотел себя проверить Да и многие родственники у него были военными Я пошел в пограничные войска Выбрал специальное такое направление Армия меня там достаточно Очень сильно перевоспитала А после армии Я все-таки был увлечен Вот темой архитектуры Во-первых, это была редкая специальность Для Казани очень популярная И все, что популярно И своеобразно Меня всегда привлекало Казалось, жизнь молодого архитектора Была понятна на много лет вперед Евгений начал работать по специальности Увлекся проектированием Но в это время в СССР Началась реструктуризация Органов госбезопасности Жемкова вызвали на беседу Люди в штатском Я вот внезапно, как бывший пограничник Был призван 13 лет Прослужил в органах безопасности Служил в контрразведке Закончил высшую школу КГБСР Прошел путь от лейтенанта До подполковника В 98-м году я прекратил службу Я больше не видел себя в этой структуре В связи с тем, что я вроде как бы Присягу до одного государства В то время начал жить в другом государстве Где мое целеполагание Было немножко отличным От того, что было раньше Евгений Владимирович вернулся в гражданскую жизнь Как и многие, в трудное перестроечное время Зарабатывал как мог Немного занимался коммерцией Сумел адаптироваться к новым условиям Начала становиться профессия Меня пригласили в мастерскую архитектурную И параллельно ассистентом кафедры архитектуры Я проектировать начал И со студентами начал заниматься Все это мне совпало Достиг нормальных успехов Я даже вступил в Союз архитектов в России Когда началась специальная военная операция Евгений Владимирович понял, что не мог отсидеться в сторонке Несколько месяцев он добивался отправки на передовую Мне, значит, уже к моменту начала слова Было больше 64 Так, по 65 Это уже предельный возраст Нахождения на военной службе В звании старшего офицера Поэтому мне это было отказано Я нашел такой Добровольческий отряд БАРС Значит, самостоятельно Экипировался все, что нужно На свои средства Взял в отпуск и поехал туда Семья и друзья по-разному восприняли этот поступок Но остановить порыв подполковника в отставке Жемкова Уже никто не мог Жена, она всю жизнь была со мной на 45 лет живем с ней Так, тихо, молча Приняла это мое решение Ну, в общем-то Как жена любовь, офицерная, как должная Ну, конечно, я Виноват перед ней, конечно Возраст все-таки у нее такой Не молодой, эмоционально Это ей тяжело И она очень сильно переживала В зоне боевых действий Есть общие строгие законы выживания Маскировка Тишина Темнота Передвижение от укрытия к укрытию Отсутствие мобильных телефонов И так далее Я два месяца вообще не имел связи никакой Жена не знала, где я Что через месяц и 10 дней Мне удалось отправить записочку В месяц раненый Я ему вложил просто В пинты записочку с телефоном И имя своей жены И просил позвонить ей И сообщить, что Вот такое-то, такое-то Все нормально Жене позвонили А нам нужно просто служить Просто служить и все Торщить службу И не думать ни о чем Кроме своей задачи Потому что выполнять задачи Это жизнь твоих товарищей Не выполнил Все Они погибли Ну и ты остаешься один Ну вероятно Твои гибели Сто процентной становятся В отряде БАРС Евгений Жемков был самым старшим И пошел туда, куда никто не соглашался В связисты Поднаводка такая есть Кто идет и в дождь и грязь Наша доблестная связь То есть когда все отдыхают Мы ползаем Работаем Теперь идет сапер Потом идет штурмовик За ним идет связь Потом идут все остальные Мы пришли на передовой И все время находились там Без всякой смены Ни на сутки Никуда не отводили Ни помыться Там ни отдохнуть Ни выспаться Все время находились на передовой И в окопах У нас землянок практически не было И в конце концов Связь у нас сверлась к проводной Как во время Великой Отечественной войны Вот идет с катушкой Телефон Береза Береза Дуб и так далее Это километр связи У меня батальонная связь Об общей сложности Составляла почти 38 километров И все это надо было обслуживать У меня всего было 6 линейщиков И так целыми днями Как заведенные Грязные В пыли В грязи В жаре Под дождем В грязи Ходили Ну буквально на автомате Попадали под обстрелы Конечно За нами охотились И снайперы стреляли Я не потерял Ни на усызи Повезло И все награждены Государственной наградой В зоне СВО Евгений Жемков провел 2 месяца Потом закончился контракт Ждали студенты Да и возраст Давал о себе знать После возвращения в Казань Евгений Владимирович Перешел на работу В Казанский федеральный университет На кафедру Конструктивно-дизайнерского проектирования Но боевое прошлое Не отпускает Евгений Жемков Как никто знает Какая помощь нужна Бойцам СВО И на передовой И в мирной жизни В инкоманске Уже не при каком раскладе Мы уже не будем Подписывать тобой контракт Ну я решил заняться гуманитаркой У меня как-то-то получилось В общем-то В моем маленьком небольшом поселке Юрина меня знали Доверились Потемножечку Понемножку Больше, все больше Потом стали возвращаться СВО А я их стал привлекать Расширяться круг Вот Все больше 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 Достигнуло достаточно большого уровня В последний раз мы где-то посчитали Мы отправили продукцию Ну порядка на 24 миллионов рублей С Евгением Владимировичем Ну работать одно удовольствие Понимаем все с полуслова друг друга Любые вопросы какие возникают Что общего плана Что личного характера Решается, но моментально Главные приоритеты Это отправлять ребятам на фронт То, что им необходимо для выживания В первую очередь Мы там были Мы знаем, что нам нужно там Там нужны именно специальные средства для выживания Это бронежилеты, каски Это квадрокоптеры Ночного видения Система ночного видения И второй приоритет Это, конечно, те ребята Которые здесь находятся Остались без ног, без рук Инвалиды Ну и семьи погибших ребят Которым тоже тяжело И у них много всяких вопросов, проблем И их необходимо решать каким-то образом Видно же, вот человека видно сразу Посмотрев ему в глаза Ну и потом Потому что друг друга как бы да Определяем друг друга И прямо сразу, как братские отношения В любой момент, день, ночь Будем переписывать всех ребят, которые Инвалиды, которые как бы Остранятся В одиночку пытаются Перейти В гражданской жизни Будем им помогать Не давать им уединиться Вообще как бы уйти В общество Активно участвовали Чтобы как бы эти раны Свои психологические И физические Залечить Мой муж Доброволец Барса 13 А Евгений Владимирович Как раз таки Служил В Барсе 13 И получилось так, что Мне нужно было Отправить груз Мужу И я не знала с кем Нашла Евгения Владимировича И вот с тех пор В общем-то у нас Завязалось наше Знакомство Гуманитарное Но впоследствии Дружба Евгений Владимирович Конечно Такой человек Он никогда Не оставит в беде То есть Что бы только Не попросил Что бы только Не сказал Он Он всегда рядом Когда надо Успокоит Если нужна какая-то помощь Он первый Вот вопрос То есть Как побороть Это чувство страха Вот Не сможешь Сможешь Воспитание Бесстрашие Оно должно Начинаться Вот с такого возраста Самое главное На войне Не думать о себе Думать о своих товарищах Потому что Если ты не выполнишь задачу Они погибнут А вот это Самое страшное Деньги Награды Слава Это то Что никогда Не имело Значения Для Евгения Жемкова Самому себе Он желает Только здоровья После трех Фронтовых Контузий Что бы хватило Сил и времени На то Что он ценит В жизни Больше всего Ну Во-первых Вот дизайн Мне нравится Работать Я понимаю Что у меня получается Я наметил Целый такой Цикл Пятилетний Чисто такой Методический Как обеспечить Процесс обучения Хочу начать Наконец-то Заниматься Личным творчеством У меня все предпосылки Как бы К этому есть Я же архитектурную Закончил Художественное образование Хорошее И хочу снова Заняться Графическим Графическим рисунком Ну и Третье Это Мои внучки У меня их Три Три девочки Были Два сына У меня Ну как бы Они есть А теперь Счастье Приваляло В виде Трех внучек Ну и Последнее Это Вот Ветеранская Деятельность Я поставил Себе Задачу В течение Двух-трех лет Создать Организацию Мощную Наполнить Ее Какими-то Идеями Активными Людьми Ну а потом Отойду Потому что Возраст Тоже такой Серьезный Там По молодежкам По активней Поставить Новая Организация Ну а сам Займется Творчеством Потихоньку Редактор субтитров Корректор А.Егорова